В завершении главы по моделированию я вам коротко расскажу о модификаторах, а именно что это такое и их одна особенность работы. Итак, в сцене у меня сейчас присутствует мэш обезьянки. И сейчас мы переходим на вкладку модификаторов. И вот здесь доступен список из модификаторов. Они разбиты на 4 категории. В чем заключается работа модификаторов? Как правило, они производят какие-то изменения с объектом, при этом не изменяя его изначальную структуру до тех пор, пока вы не примените данный модификатор. Ну вот, например, сейчас мы перейдем в режим редактирования. Видим, наша Сюзанна состоит из 507 вершин, на ней 1005 ребер, 500 граней. Выглядит она сейчас довольно-таки угловато, то есть низкополигональный мэш. Я применяю модификатор Subdivision Surface. Видите, Сюзанна стала более сглаженной. Здесь уже пишется количество вершин значительно больше. Устанавливаю в уровень 2, практически 8000. Объект уже достаточно гладкий. Применяю модификатор Shader Smooth. И объект становится у нас гладким. Но при этом, если я перейду в режим редактирования, то мы видим, что это все та же Сюзанна с теми самыми 507 вершинами. И я могу выделить какую-то вершину, ее изменить, вернуться в объектный режим. И мы видим результат работы данного модификатора. То есть я работаю с низкополигональным объектом. И все эти изменения затем заново просчитываются. Список доступных модификаторов будет отличаться в зависимости от того, к какому объекту вы хотите их применить. Как видите, к мешу доступен такой большой список. А если, например, у меня в сцене будет кривая, и я выберу пункт Add Modifier, то вы видите, что модификаторов стало практически вдвое меньше. Это также нужно учитывать, потому как не все модификаторы могут работать со всеми объектами. И теперь касательно их особенностей работы. Модификаторы мы можем добавлять несколько штук к одному и тому же объекту. Вот я добавил модификатор Subdivision Surface. Я могу добавить модификатор Array. Он создает дополнительные копии нашего объекта и так далее. Но список, тот, в котором я добавляю данные модификаторы, имеет значение, так как работают модификаторы по типу стека. То есть сначала выполняется то, что идет первым, и только затем уже к результату работы подключается второй модификатор и так далее. Сейчас покажу на наглядном примере. Здесь у меня на втором слое находится вот такая плоскость. Я специально ее разделил напополам. И сейчас я к ней применю модификатор Mirror. Модификатор Mirror в основном отражает объект по той оси, по которой вы укажете. Вот я отразил плоскость по оси X. Видим результат работы. Здесь нажимая вот эту иконочку глаза, мы можем отключать, включать результат работы модификатора для нашего окна. И теперь я добавляю тот же модификатор Subdivision Surface. Мы видим, что сначала плоскость у нас отразилась. И затем к данному объекту применился модификатор подразделения. И она получилась такая, немного скругленная. Но теперь я сейчас поменяю местами модификаторы. То есть сначала с помощью этих стрелочек мы можем менять их положение вверх-вниз. Сначала будет модификатор Subdivision Surface. И затем только Mirror. Ну и смотрим результат. Он получился абсолютно другим. То есть сначала берется данная половинка, подразделяется. Получается скругляется лишь данная часть. А затем модификатор Mirror уже отражает, соответственно, то, что получилось здесь. То есть то, что было справа, он отражает на левую часть. Поэтому, как видите, изменяя порядок всего-навсего двух модификаторов, мы получаем абсолютно разный результат. Ну и в случае, если вы применяете к объекту 3, 4, 5, 10 модификаторов, это также необходимо учитывать. Модификаторов здесь много. С выходом новых версий появляются новые. В старых модификаторах одни функции добавляются, другие изменяются. Пройтись по всем в рамках одного урока невозможно. У меня на сайте я периодически, ну в среднем где-то раз в месяц выкладываю урок по одному из модификаторов, где проходит полный его разбор. Там расписаны все функции, которые присутствуют конкретно в данном модификаторе. Таким образом, если вам необходимо узнать про работу какого-то из модификаторов, вы на сайте всегда можете выбрать интересующий вас модификатор и почитать про него. Потому как здесь бывают модификаторы с огромным количеством настроек, вот как модификатор Wave. И сразу не совсем и понятно, как он работает. Но сложного в этом ничего нет. Модификаторы очень удобные, часто используются при моделировании. То есть, как видите, с их помощью всего в несколько кликов можно уже создавать какие-то геометрические объекты. На этом урок по модификаторам закончен. Жду вас в следующей главе по созданию материала.